Дорогие друзья, мы с вами рассмотрели на прошлых занятиях, фильмах, мы рассмотрели такой биткосоглазик, как аккомандационный, который можно лечить без хирургического ножа. Итак, вспомни ситуацию, два глазика, правый и левый, правый и левый, правый точно смотрит на точку, левый косит, он не на точку смотрит, он косит. Мы взяли, поставили обычное стеклышко, и глазик выровнялся, и стал развернуться, и стал видеть эту точку. Вспомним, это аккомандационное косоглазие. Вернемся, глазик продолжает косить. Мы поставили линзочку, и ничего не произошло с ним, он как косил, так и косит. И вот это уже не аккомандационное косоглазие. Линзочка не исправила положение глаза. Это не аккомандационное косоглазие. А как в таком случае быть? Нам надо направить точку, в любом случае, в мозг. Мы ставим призмочку, и в таком случае ход луча меняется. Он был вот так, а стал вот так. Он преломился призмой. Исправилось ли косоглазие? Нет. Косоглазие как было, так и есть. Правый и левый. Только правый точно направлен на точку, а левый до призмочки и после призмочки, видите, луч преломился. И призма помогла увидеть глазу, вернее мозгу, через глаз увидеть эту точку. Таким образом мы спроецировали точку в правый, левый глаз через призму, и после этого точка пошла в мозг. Допустим, это кошка. Правый глазик представил в мозгу кошку, левый через призму аналогично. Но косоглазие как было, так и осталось. То есть, другими словами, мы направили в мозг один и тот же объект с не косящего и с косящего глаза в мозг. То, что требуется в обязательном порядке в процессе лечения косоглазия. Итак, призма решила проблему, но не всю. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин